Тайфун, дожди, Геленджик сегодня. Привет, я Дарья Поздняк, я расскажу, как у нас ситуация в Геленджике. Примерно неделю назад, в субботу, не в эти выходные, а в прошлые, случился очень сильный дождь. Дождь был направлен примерно, он был не вертикальный, он был под углом, не знаю, может быть, 45 градусов, он был направлен примерно с северо-востока, и бил прямо в мое окно, очень сильным потоком. Это было там порядка где-то около часа ночи, я проснулась от шума, потому что очень сильно, конечно, стучит и по крыше в окно, прямо испугалась, пошла, посмотрела, с окном все в порядке, и легла, значит, обратно спать. И через некоторое время я слышу, прям журчит, начала журчать, я такая подскочила, давай искать. Без очков в темноте ничего не вижу, но понимаю, что у меня с подоконника через закрытое окно водопадом течет вода. Я бегом, значит, искать тряпку, в пазмах ничего не видно, тазик, пытаться, значит, черпать, двигаю комод, потому что понимаю, что эта вода хлынула большим потоком, и сразу же полтора-два метра комнаты у меня как бы залило на ламинат, на новенький. Даже если на старенький, я бы тоже испугалась, понятное дело. Я, значит, пытаюсь эту воду собрать, значит, в процессе уже отчерпывая, понимаю, через какое-то время, когда я уже как бы с пола собрала, вижу, откуда она на подоконник, начинаю собирать тоже, начинаю понимать, где на подоконнике она. Нахожу примерно это место. Здесь уже все вытерла, уже сбегала, значит, там свет включила, уже очки одела, вот. Уже мне стало покомфортнее. Вот, тряпки в это место напихала, пока, значит, тряпки там набираются, а, значит, здесь я уже все убрала, вот. Уже проверила мебель, которую я оттащила, значит, все там, чтобы у меня ничего не размокло, не разбухло, значит, от этой воды. Вот такая адовая ночь. Короче, заканчивается, значит, собственно, этот дождь, к счастью, он был короткий. То есть там минут, не знаю, 20-30 максимум он колотил мне в окно, и он закончился. И там что-то мелкое, может быть, идет, в общем, но... Я воду убираю, но у меня стеклопакет продолжает течь. Я открываю окно, пытаюсь там внутри что-то вытереть и понять, что за фигня вообще. А, кстати, когда была эта... Когда уже продолжала все равно течь, я воду уже убрала, я пыталась в те резинки, что там есть, подложить. Я решила, что резинка в окне. А у меня были куплены резинки, чтобы на дверь наклеить, на входную. Двух толщин. Толстенькая для, значит, ветра защиты вот этой. И какая-то более тонкая другого среза, которая идет дополнительный на... Значит, туда, ближе к улице. То есть это как бы ближе к дому, я так понимаю, это ближе к улице. Короче, в два слоя я купила, чтобы сделать всю дверь, чтобы сквозняком, значит, не дуло. Потому что дверь такая простенькая. Вот. И я эти резинки пыталась туда подклеить. Нифига не помогло, вода продолжает вытекать. То есть как бы дождь почти закончился, я здесь уже отчерпалась, мне все равно через эту дырку льет вода. В итоге, значит, я металась-металась, нашла какую-то мыльницу, туда подставила. Идеально получилось, она четко влезла по высоте, и она стала эту воду собирать. То есть я понимаю, пока мыльница набирается, там 15-20 минут у меня есть. Пока, значит, там у меня подкапывало это из окна. Я тут все уже брала, уже все у меня хорошо. Вот. И вытряхиваю мыльницу там потихоньку. В общем, часам к двум примерно я легла спать. Вот. А перед этим, перед этим, перед этим я написала в чат дома. Я очень надеюсь, что все, кто у нас в чате дома, они уведомления отключают звук, чтобы не беспокоили. Потому что у нас есть те, кто пишет, кто с Дальнего Востока, кто-то пишет в 5 утра, кто-то пишет в 2 часа ночи. То есть как бы у всех свой ритм жизни, у меня уведомления отключены. Поэтому я не настаиваю, чтобы люди писали в нужное мне время. Пишите, когда хотите, если не надо, я прочитаю, если не надо, телефон не будет трынкать. И я пишу, что, ну сначала с юмором, а у нас же не было воды опять ту неделю. Не было воды, значит, примерно тоже с пятницы, если я не ошибаюсь, это началось. Не помню, с какого дня это началось, но в общем воды не было опять, значит. И я пишу в чате, ребятки, у кого нет, кому нужна вода, приходите. Я вам налью дождевой чистой воды, ведерко вам налью. При этом эта вода будет лучше, чище, чем то, что у нас идет из-под крана. Потому что те, у кого в квартире не стоят входные фильтры, у них вода из-за вот этих вот привоза водовозок, из-за того, что бак наш дома мельчает, и там внизу никто походу не чистит. То есть, в общем, у нас вода идет ржаво такого мерзкого цвета. И, возможно, даже с осадком. Потому что фильтр на бак входной, на бак дома тоже не стоит. Уж я не говорю про то, что там никто эти баки не чистит, и водовозки, когда водовозки в воду привозят, я тоже не думаю, что особо там кто-то с этими водовозками заморачивается. Может, он их чистит раз в год, но так как их постоянно используют, в общем, это недостаточно. Говорят, значит, я вам начерпаю водобой, чище. А потом пишу, что, как бы, проверьте тоже там все окна, все дела, у кого что. Вот. И уже спокойно, довольно счастливо иду спать. На следующий день воскресенье я не могу подать никакую заявку ни застройщику, ни в управляющей компании на мои протекающие окна. А, в чат я написала вот что, вторым сообщением. Я написала, что подскажите, если вот сейчас прошел дождь, вода в окна застройщика поступала, окна я не меняла, окна от застройщика, она поступала, тем самым пытаясь затопить мою квартиру. И если бы меня не было рядом, если бы я не проснулась и не успела отчерпаться, если бы я спала в другой комнате, например, или меня бы вообще не было, может, я в Москву уехала, значит, затоплено было бы там вот за эти 30 минут, вода бы затопила, ну, метров 20 точно. Так как квартира у нас маленькая, получается, грубо говоря, полквартиры, вода бы залила. То есть ламинат, мебель, грибок, соответственно, и по стенам сразу же пойдет. И эта же самая вода пошла бы вниз к соседям. Я пишу в чате. Вот такая ситуация, окна от застройщика, как бы, по сути, виноват дождь. Кто будет выплачивать, значит, квартире, которая подо мной, и мне, если вдруг такое затопление произойдет, и я буду спать. Вины моей же здесь нет, нет. Окна от застройщика, застройщик поставил окна, значит, каким-то образом он должен отвечать за это дело. Вот. И, как бы, на этом деле я ушла спать на этом сообщении. В воскресенье мне, как бы, надо было бы идти к застройщику и в управляющую компанию, у всех выходной. Ладно, к понедельнику мы с мамой подготовили заявление, значит, мы в понедельник утро, при этом я всю ночь с воскресенья на понедельник мониторила, значит, окна, потому что сезон дождей уже пошел. Вот этот был самый сильный тогда. Были дальше более, ну, более слабенькие дождики, но, может быть, они не слабенькие, они просто били в другом направлении. Я ходила проверять другие окна, но я все равно не могла нормально спать. Значит, проходит. Ночь еще одна. Мы с мамой утром стоим уже, значит, на пороге управляющей компании и застройщика. У застройщика никого нет, все закрыто. Когда мы туда внутрь проникли, какой-то сотрудник сказал, что никого нет, и как бы он вообще не в курсах, нам пришлось уйти. Управляющую компанию заявление мы отнесли, подали. Вот, значит, следующая ночь, опять какой-то дождик, значит, не такой сильный, меня не так заливает, но все равно у меня продолжает капать окно. И, кстати, этот стеклопакет, он продолжал вытекать еще больше суток. Не с такой интенсивностью, но эту мыльницу я постоянно меняла. То есть я поставлю, но там за несколько часов накапает полная мыльница, я понимаю, что где-то в стеклопакете вода. Блин, какой-то, но я, конечно, не в курсах, я не знаю, что там, как там, что там в этом стеклопакете. В общем, не помню, какой это был день недели. Короче, мы несколько раз ходили с этими заявлениями. На следующий день мы опять там, к нам опять никто не пришел, значит. И вся неделя была такая. При этом ко мне должен был еще прийти газовщик и потолочник. А не пришел ни тот, ни другой. Один не отвечал на звонки, другой, значит, позвонил, сказал, что что-то не может уезжать. Короче, никто не пришел. Я такая вся вот разнервниченная. Спать, потому что нужно ночью. У нас у каждого есть режим. Если сбивается даже один день, полностью вот сон у меня нарушается, я разбита еще на несколько дней. То есть один день вот так вот. А у меня таких было несколько, потому что дожди продолжали идти. И вот дождь начинается, я бегу проверять. Сплю, не сплю, днем, ночью, неважно. Я бегу проверять, какое-то постоянное напряжение. И такая ситуация, значит, длится почти неделю. А, в четверг, вот, в итоге. Мы, значит, в среду, по-моему, опять пошли подавать заявление повторное, уже ссылаясь на те предыдущие заявления. Так никто и не пришел. В четверг приходят. А, звонили мастера, сказали, придут в среду. Потом, значит, в среду они не пришли. Мама им звонила, сказали, что в четверг до обеда. В итоге мама звонит в обед. Я ей уже звоню, говорю, мама, звони. Все, уже почти там, почти час дня. В итоге. А дожди продолжают обещать, что они будут. И они как бы идут, действительно. Она звонит, ей говорят, типа, сейчас будем в течение часа. Приходит мастер, смотрит, говорит, у вас проблема, говорит, не в резинке, не сделан дренаж. То есть там внутри стеклопакета есть дырочки, которые выводят на улицу, на отлив. Вот этот отлив под окном на улице, на который должна выбегать эта вода. Я уж не знаю, откуда она там берется. Внутри моего стеклопакета, откуда берется вода. Он же как бы стоит для того, чтобы защищать меня от воды, чтобы давать мне обзор на красивые виды, защищать меня от воды и всех остальных прочих условий. Почему у меня внутри вода, мне не понятно. Но не суть. Он говорит, он у вас не сделан. Я говорю, да мне уже в чате писали, я уже с этим разобралась, но дырочки самой мне насверлить нечем, я не знаю как. То есть в тех окнах у меня есть эти дырочки, а в этом окне и вообще нет этих дырочек. Он говорит, ну хорошо, говорит, мы во вторник к вам придем, все сделаем. А знаете, вот такая ситуация, когда ты порядочный человек, такой добрый, и когда тебе люди говорят что-то такое, ты говоришь, да, хорошо, спасибо. И соглашаешься, и ты даже, ну в голове какие-то мысли могут крутиться, что ну долго, ну да, ну блин, придется подождать. Ну да, как бы вот такая вот ситуация. Но ты ничего не делаешь, ты не показываешь свое, как бы, ты не говоришь напрямую поток мыслей, который у тебя в голове. А мысли же там не просто так у тебя в голове. И тут я сама офигеваю, как мой, значит, род начинает самостоятельно говорить. Я ему говорю, как во вторник, подождите, подождите, сегодня что, сегодня четверг. Во вторник, это, говорю, почти неделя. Мне каждый день, говорю, идет дождь, я с тряпками тут бегаю, все проверяю. Я почти неделю, говорю, не спала. И он даже не дослышав, глушав мою эту тираду, уже достал телефон и стоит, кому-то звонит. То есть, при том, что я не кричала, я не ругалась. Я просто рассказывала, как у меня обстоят дела. Я даже не успела сказать там какие-то слова, типа там для меня там это очень важно, или там помогите, пожалуйста, или там сделайте, пожалуйста, раньше. Я просто говорила тот поток мыслей, который у меня в голове. Он дозвонил своему напарнику, говорит, неси инструменты. Через 5 минут напарник у нас. Через 15 минут они уже ушли. То есть, 15 минут заняла их работа. Они насверлили этих дырочек в том окне, добавили дырочек в этом. Плюс там водой пробили, слили грязь, которая от рабочих осталась. То есть, рабочие работали, всякая пыль, грязь летела, она забила предыдущие дырочки. То есть, они их сделали, что и предыдущие дырочки, чтобы они хорошо уходили. И новых насверлили во всех окнах. Откорректировали эти, отрегулировали, короче, какие-то там открывания. То есть, открываться окна стали лучше. Вот. И в эти 15 минут вошло еще то, что они немножко с нами проговорили. Мы поговорили про вот эту течь, которая рядом с окном происходит. Как бы в одну сторону воду по отливу на улице забивают, в одну сторону. И она там пытается просочиться через какую-то дырочку или что-то, пытается просочиться сквозь стену. В общем, все это заняло 15 минут. Ушли. Четверг это был четверг. Я, конечно, не стала спать спокойно. Все равно дождь, я бегу проверять. Вот. Сегодня у нас понедельник. Сегодня ночью. А, я вам забыла рассказать. Вот как раз примерно в четверг, когда они ушли, в пятницу, может быть, вышло по всему Краснодарскому краю. Ты же когда сюда приезжаешь, даже если телефон московский, все равно тебе начинают приходить уведомления, потому что они видят, что ты территориально в другом месте. Как там это настроено, в общем. И мне от МЧС приходят, если раньше по Москве от МЧС приходило уведомление, это самое предупреждение, то сейчас они приходят по Краснодарскому краю. И вот они опять объявляют, что обычно они говорят, что Сочи, Магри, какой-то Магри, не знаю, что это, и там Ля-Ля-Тополя будут, значит, коллапсы. Здесь они объявляют, что будет Анапа, Новороссийск-Керчь. Будьте осторожны, у вас, как же он называется, тайфун. А у нас как раз, я видела над морем, у меня же хорошо окна на море выходят, я видела вот эти вот столб из неба в море. Воронка, не воронка, я не присматриваюсь, но несколько дней я эти столбы наблюдала. Не могла понять, что это, у нас и проблемы были, это все почти неделю не купались. В общем, вся неделя была стрессовая, поэтому ни до каких видосиков у меня руки не дошли. Я понимала, что нужно на что-то переключиться, потому что ты не можешь постоянно в стрессе находиться, нужно что-то делать хорошее для себя, значит, можно с ума сойти. Ну и плюс у меня такая ситуация, когда я что-то творческое для себя делаю, начинаешь испытывать какую-то радость, удовольствие, и вот эта вот энергия вокруг, она начинает тебе лучше делать то, что есть в реальности. Сегодня должен прийти рабочий, поэтому мне приходится записывать вам видосик. Девчонки вчера попросили болталку, говорит, и на этой неделе не выпустила. Мне нужно записать, успеть видосик до его прихода, вот он приходит после 10, сейчас 9 еще нет, я сижу, пишу вам болталку. Я вообще встаю рано, но сейчас из-за того, что дожди, тяжело вставать, тяжело просыпаться, плюс то, что мы на море не ходим, потому что такие дожди нельзя как бы купаться, и даже после дождей нельзя купаться. Короче, поэтому я такая немножко тормозная. В общем, и это стрессовая неделя, чтобы привести себя в порядок. Я занялась телеграм-каналом, который я придумала делать примерно неделю назад, и пыталась сделать какие-то первые шаги, начать его ввести. Так как я сама телеграмом не пользуюсь, мне это тяжело было разобраться, как там постить, чтобы там фотка от текста не отлетала, чтобы они были вместе. Как вот это вот все делается, и в общем, я занялась. Я туда делала памятки, я пыталась их туда выложить, в общем, много времени заняла, но в итоге я разобралась. И на днях я посты выгрузила прям подряд, и запостила уже в инстаграме. На самом деле, по факту, реально это заняло мне почти неделю, почти неделю времени. Это я к тому, что, да, видосики не получилось, но я, тем не менее, нашла куда свое творчество, свои мысли, куда направить в какое-то деятельное, чтобы мне стало полегче. Но видосиков не выпустилось. И вот, значит, нам рассказывают про вот эти вот, что будут коллапсы, что будет вот этот вот тайфун. Мама моя, значит, тут в панике бегает, надо, говорит, запасать продукты, пыры, кидает мне всякие страшные ссылки. Я говорю, мам, не ганаши, геленджик, он как бы отдельно, то есть в тот момент, когда топило Анапу и Сочи, мы же здесь с декабря, и с декабря примерно я наблюдаю за новостями и вижу у местных блогеров, кто что постит, у кого какие посты выходят, где-то что-то вижу, предупреждение приходит, обычно приходит предупреждение на Сочи, Анапу и вот это Магри, что там будет, а у нас по факту как бы, ну просто дождь, вот. Вот, и, ну, с ветром, понятное дело, нордоз никто не отменял, но по факту ничего страшного, у нас в Геленджике тут есть такое место в центре, я точно не знаю, где оно находится, когда убирают уже они эту сырость с улицы, это прям у какого-то торгового центра, который на набереже стоит, этот центр я знаю, но когда показывают самое большое затопление, я вот не знаю, какая улица именно бывает затоплена, в общем, есть там такое место, оно как бы в низинке или там не сделан отвод воды, и в каждый сильный дождь там вода очень быстро скапливается, реально на улице уровень воды там по колено бывает, вот, и вот на днях там тоже было то же самое, вчера, по-моему, вот вчера около шести вечера пошел сильный дождь, а я немножко перескочила, значит, нам обещали эти тайфуны, мама говорит, панику развела, в чате у соседей у нас тоже паника, что нас и так заливало, а теперь с этим тайфуном вообще, но честно сказать, я, конечно, абсолютно дурочка, но я больше все боялась, не затопление там через какие-то, почему-то я очень боюсь, что крышу оторвет, у дома оторвет крышу, не знаю, какие такие детские страхи, на самом деле интересно, почему именно этого боюсь, может быть, потому что я понимаю, что строительство дома в Геленджике, как бы, что тут стройка идет как бы совсем не по нормам, и, ну, как бы, в общем, когда уже прошло вот это с пятницы примерно, ожидалось, вот этот коллапс на субботу, ко мне в субботу должен бы прийти мастер вешать бак, я, он накануне заходил в пятницу, какие-то инструменты там, проверял, что ему купить, я ему говорю, если что-то будет с погодой не то, приезжать не надо, говорю, мне вот этот стресс не нужен, говорю, если с погодой все окей, приходите, если что-то не так, нависла там какая-то фигня, не надо, я подожду, вот, он такой, да-да-да, конечно, приходит в субботу, все нормально, ковыряет, несколько раз ездил в магазин, с погодой все нормально, какие-то дожди прошли, то есть по ночам все-таки какие-то основные дожди, там что-то пополучалось, но ничего серьезного, и, и открывая новости, говорят, что в Анапе, в Керчи, под Анапой есть какое-то место, забыл я название, деревушка какая-то, у них кошмар, то есть у них огороды, дома, где-то там по бедро воды, где-то по колено, и вода не уходит, то есть у них вот так вот залило, просто какой-то ужас, у нас все спокойно, но продолжают предупреждать, что это как бы не все, вчера уже распогодилось, но в новостях говорят, до 16-го будьте бдительны, еще ждем, еще не все осадки вылились, и эти воронки, они еще видны, и как бы еще осадки будут, вот, очень еще Новороссийск запугивали, ну, в общем, вчера уже распогодилось, но я чувствовала, что что-то еще не все, но до 16-го, уже 16-го еще нет, как бы ждем, и сегодня ночью, вечером точнее, я вчера весь день пыталась убрать, у меня же этот шкаф, шкаф, который типа купе, который я запланировала, спроектировала, он у меня полностью самодельный, то есть мне рабочие вывели стеночку из гипсокартона и сверху, значит, балку из гипсокартона, но все это обошли обоями, там внизу плинту, значит, что все было красиво, а я внутрь сама купила дешевый лироашный комод, купила, там же валерола полки, уголки всякие, сделала полки, сама штангу повесила, вот, и сверху закрываться он должен не дверями, а такой эконом вариант, я просто вешаю штангу и на эту штангу вешаю штору, и просто тканью у меня эта вся штука закрывается, то есть дешевый вариант шкафа-купе, но комод-то я купила, собрала полки, я собрала штангу, я эту для одежды штангу повесила, но когда я вешала уже потом карнизы оконные на три окна сил и настроя, мне не хватило на вот этот карниз в шкафу, потому что шторы уже были куплены на все окна, 4 шторы, но я что-то, ну, то есть на окна и на этот шкаф шторы одни, одинаковые, одной фирмы с одного магазина, когда я шторы покупала, я аж не подумала про высоту, то есть на окна этих штор хватает, тем более, что я бы хотела все шторы подрезать, чтобы они были покороче и попу не волочились, то есть, ну, примерно в уровень там подоконника, радиатора, вот где-то там, чтобы они заканчивались, но когда повесила штору, мама сказала, длинный, так красиво, давай оставим, ну, короче, пока оставили, но эта-то штора, которая в шкафу, ее-то покороче не подрежь, она должна быть до пола или почти до пола, а высота здесь ого-го, а шторы 2,70, а высота потолков примерно, забыла, наверное, 2,85 где-то примерно, короче, я понимала, что по высоте надо четко выверять, чтобы все нормально получилось, потому что штору я уже купила давно, время прошло, я уже распаковала, в связи с этим всем у меня получилось, что мой шкаф, которым я уже начала пользоваться, где висели мои платьишки, платьишки, пижамки, такие все красивые, в цветочке, розовенькие, сирененькие, голубенькие, всякие красивые мои пижамки, все, кто в дом приходят, мастера, соответственно, все мужчины видят все мои пижамки, значит, на пазмах, вот, и видят некоторый хаос, который внутри этого шкафа собирается, ну, как в любом шкафу, понятно, что как там не убирайся, если нет дверки, все равно этот хаос, он виден, и я прям уже, ну, я как бы привыкла уже к этому такому открытому, значит, шкафу, что, пожалуйста, вот мои пижамки, и вчера я все это, значит, сверлила, наконец, я сделала себе этот самый, повесила карниз, повесила штору, потом долго убирала весь это свинство, которое по всему дому растащили, потому что ты же сверлишь, полетит, вот это вот с пылесосом, вот это я не умею, чтобы пылесосом собирать сразу, что я не умею, поэтому весь этот, всю фигню пришлось убирать, комоды к стенам присверлить, потому что я изначально не уверена была, что комоды будут стоять именно там, может быть, я думала, может, я что-то куда-то передвину, зачем мне лишние дырки, вот, но они такие узенькие, если ящик тяжелый, выдвигаешь, он начинает тынг-пынг, короче, крепила в крючочке там в шкафу, короче, целый день мы ковырялись, в общем, и я уже смотрю, что у меня варианта два, либо сейчас я заканчиваю уборку срочно, вот это все, потому что на следующий день мастер придет, либо я должна бежать гулять с собакой, потому что день как бы прошел, я с собакой не вышла, то есть как бы собаке плохо, и мне плохо, и на хорошие эмоции нужны, при этом вижу, что как бы уже так немножко темнеет, хотя как бы рано, я думаю, блин, надо бежать, все, значит, быстро оделась собаку под мышку, бежим, прогулялись, прошлись хорошо, и вот мы уже там где-то далеко, в сторону дома уже как бы повернули, но начинается дождь, в общем, домой идем под мелким, на подходе к домой нас накрывает прям сильным, то есть приходим мокрые такие курицы, я это все к чему, что где-то к шести часам вечера, вчера примерно, пошел сильный-сильный локальный дождь, мы, значит, прибежали, я быстренько собаку, значит, помыла, в плед замотала, чтобы просушить, и прямо это самое, бегаю за окнами, слежу, все ли нормально, понимаю, что это какой-то будет коллапс, это не просто так, это не на пять минут, бегаю-бегаю, значит, через некоторое время дождь стихает, к вечеру стихает, становится тихо, спокойно, ночью начинается опять, и опять коллапс, 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 я бегаю, смотрю, слежу, значит, каждый там сколько-то встаю, слежу, дождь был не боковой, дождь был в основном в крышу, вот, но окна как бы справились, все ок, все хорошо, но утром я открываю новости, и вижу, что опять заливало, продолжает заливать, значит, Анапу, и все там как бы плохо, у этого, у этой вот деревеньки, которая забыла название, за это время прокопали прям такую как бы большую такую траншею к морю, и вода как бы стекает, но говорят, что за сутки или за ночь вода ушла только примерно где-то на 10 сантиметров, а там сантиметров 60 у них налило примерно, в общем, очень страшно, с учетом того, что даже когда вода сойдет, грибок и все остальное останется, то есть это же, у нас один раз топило квартиру, я знаю, что это такое, и будучи на первом этаже не солнечная сторона, мы сушились, сами стены полностью сохли несколько месяцев, и не надо говорить, что это неправда, это настоящая правда, если у вас не солнечная сторона, и вас не выжаривает солнцем, причем желательно южным, за неделю не просушивает, то это вообще такой трет-шаг, даже страшно думать, а здесь такие деревеньки есть, под самим Геленджиком есть, вот я только не точно могу соврать название, Дорбивка или какая-то другая, вот в этом году уже был какой-то сильный дождь, их тоже залило, очень страшно смотреть за таким, в общем, друзья, что хотел сказать, у нас все в порядке, да, проблемы есть с протечками, есть, и мастер мне тоже на днях говорит, но вы понимаете, что у вас протечки будут продолжаться, я говорю, но я надеюсь, что в первый год вылезет все, мы все доделаем, и потом будет нормально, но он так на меня смотрит, и, видимо, там есть такие всякие версии, что, например, они там что-то на крыше сделали, но ветер, дождь, все дела, какие-то резинки, какие-то материалы, они от дождя, от сильной жары, деформируют, пересыхают и прочее, то есть где-то они что-то сделали, но так как очень жаркий климат, сильные ветра, что-то где-то смещается или перекореживается, вот этот жарыгис, это какой-то резиновый материал, и возникают новые, возможно, да, возможно, это так, я не знаю, что сказать, я только по блогерам следила, как там, что говорят про мансарды, про риэлтором, про мансарды Геленджика, но я вам могу сказать, что меня запугивали, что именно в Суворове плохие, плохие мансарды, но то, что я видела в Инстаграм своими глазами, вам ни один риэлтор не расскажет, нужно всегда проводить свое расследование, и только на свои вещи, которые видели своими глазами, опираться. Есть у нас ЖК Изумрудный город, он стоит у моря, очень дорогой ЖК, кстати, он, там не квартира, там апартаменты, я вижу в Инстаграм, вот эти дожди шли, сколько-то там времени назад, фотографию мансарды, прям посередине мансарды, большая-большая ужин, несколько метров длиной на полу, после такого дождичка, поэтому не надо мне говорить, что мансарды там в Черноморском или в Изумрудном городе, или в Лазурном строят хорошо, а именно ЖК Суворов строят плохо, не надо мне эту всю фигню говорить, потому что это все теория, пока не посмотришь, как действительно, не разберешься глубоко, это все неправда. Правда будет, если действительно прийти, посмотреть и убедиться, что как бы да. Так что, да, мансард это определенный риск при таком как бы качестве строительства, это понятно. Но у меня друг живет в Москве, не в Москве, в Пушкино, под Москвой, под Москвой. Я не помню, какой у него этаж, но он говорил, что у него мокнет стена, и он много раз обращался в эту компанию, они типа что-то делали, но ничего не помогало. Я помню, как он мне рассказывал, что он пушкой, строительной пушкой сушит это место, и ничего с этим сделать не может, то есть оно откуда-то все равно каждый раз течет. И если я не ошибаюсь, по-моему, у него не последний этаж, хотя я могу ошибаться, конечно. И это я все к чему? Это я к тому, что нельзя так делить на горячий и холодный, на плохое и хорошее, что там типа мансарды плохо, а там типа этажи хорошо. Все дело здесь как бы надо смотреть, отдельно подбирать, отдельно к этому относиться, к этим всем плюсам-минусам, потому что так по-другому не бывает. Ко мне все приходят, просто разевают рот, идут на кухню вот с таким взглядом, завороженным таким взглядом, встают перед видом и говорят, «Даша, а дальше не цензурная стандартная лексика». Потому что, например, когда мы смотрели квартиру в Тихой Гавани за какое-то безумное количество миллионов, не для меня, даже для моих друзей, квартира бомбическая, дорогой сделан ремонт, дорогая мебель, прям очень дорого, то есть реально круто, вот реально круто. Не по-васту, все не по-васту, но реально очень дорого, очень круто. Причем ремонт такой современный, не какая-то вот классика, мерзкая такая, вот как многие тут делают там с золотом, фигня какая-то вообще. Очень современно, очень стильно, очень красиво, но мы к окну подошли, вид из всех окон на какой-то а-ля пустырь, на котором остатки то ли стройки, то ли чего, это просто кошмар. То есть, ну, я даже не знаю, как бы, конечно, каждому человеку важно что-то свое, кому-то важен больше вид, кому-то важно штуки, другие параметры, но это кошмар, мы стояли перед этим окном втроем и думали, эээ, что делать-то, что делать, потому что это ты изменить не сможешь. И даже если, как говорит там фариотер, тут никто не построится, ничего не будет, все равно на это смотреть нельзя каждый день. И поэтому ко мне все приходят на мансардочку, в окна, какой шикарный вид, офигевают, потом стоят, не могут понять, что с планировкой, потому что я сделала планировку. Они не могут понять, что не так, потому что, в принципе, мансарды у них свои планировки, изначально они другие, не как квартиры, они квартиры не повторяют. Ну, как мне показалось, что они как по-другому, конфигурация своя. И еще то, что мы сделали, как бы в этой мансарде, люди тоже не могут понять, все офигевают, стоят и не хотят уходить, и приходят и не хотят уходить. А у меня нет, еще не стоит мебель для гостей. То есть у меня даже нет, вы знаете, на кухне стульев, чтобы людей просто за стол посадить. У меня такого нет, поэтому у меня все стоят посреди квартиры, не могут уходить. А у меня там, значит, шкаф с моими пижамками, платьишками, пижамками. А так как мои платьишки и пижамки выглядят абсолютно одинаково, поэтому это просто ржак и невозможно. Как я тут... Короче, у нас в Геленджике, слава богу, все хорошо. Сегодня 16-е число, сейчас распогодилось настолько, что прям солнце, но облака есть. Я видела, видела сегодня с утра, где-то рядом под Анапой, еще висит в небе вот это вот воронки, не воронки, вот это вот столб, соединяющий небо с водой. На видео я видела, сегодня утром у них был прямой эфир, соответственно, это там висит. Поэтому сегодня день, я так понимаю, и ночь сегодняшняя, еще может что-то быть. Вот такая ситуация. Я сейчас буду опять вызывать мастеров, потому что у меня опять то, что на крыше, я думаю, они починили, они нифига, походу, не починили, или они и нашли то место, которое нужно. В общем, у меня опять вода с крыши. Вот. Так что сейчас я буду звонить, вызывать этого товарища. Потом, после 10 придет мой мастер с накопительным баком, будет опять ковыряться, будет вешать. Никак он не может его повесить. Вот этот саботаж за окончание ремонта в этой квартире очень тяжело идет. Я и вас тут пыталась привлекать, но ресурса совсем нет. И эту неделю я даже спала несколько раз днем, хотя я вообще никогда днем не сплю. Я ложилась спать раньше, я встаю позже, никакие не 6 утра, 7, там даже ближе к 8. То есть настолько усталость. Я думаю, что это все из-за дождей, от того, что вот это вот солнце, оно как бы не выходит. Обычно солнце очень сильно меня мотивирует. Что еще? Мы с собакой несколько раз промокли, я заказала дождевик. Сначала пыталась купить в нормальных магазинах, ну там типа в Айлбере Сазон, выбор большой, пожалуйста, бери любой красивый. Хочешь розовый, хочешь какой хочешь. Но читая отзывы, и все, значит, в отзывах варианты такие. Если он обычно красивый и такой все супер, то все пишут, что он промокает. Точнее, сначала все пишут, все зашибись, все классно. А потом пишут, промокание. И брать дождей, промокать нафиг он нужен вообще, можно так ходить и промокать. Зонт здесь не очень прокатывает, потому что если ветерок поднялся, ты на этом зонте полетишь, тебе еще только метла нужно. То есть ты не сможешь просто воспользоваться зонтом. Вот, это даже скорее опасно получается, потому что у тебя его выгибает, вырывает и в общем никак. Да, ветра иногда не бывает, но ты никогда не знаешь, в какой именно день не будет ветра, но будет дождь. Поэтому вот предугадать и таскать за собой зонт, который тебя, кстати, может и не спасет, если поднимется ветер, это как бы фигня какая-то. Я не люблю такие решения, поэтому я решила дождевик. В общем, в магазинах ничего не смогла подобрать, потом сижу, думаю, ну как же так, ну должен же быть выход какой-то. Ну, рассмотрела вариант, если я его сошью. Потом рассмотрела вариант, что мужу каждый год дают на стройке спецодежду, и у него спецодежда не промокает. Я мужу написала бы, ничего там, у тебя никакого дождевичка или курточки нету, вот непромокаемой мне. Я бы её там перешила немножко, там укоротила под себя, уменьшила, и всё было бы нормально. Такой вечером приду, посмотрю. Я лазю дальше в интернете, а у меня рабочий копается, и не могу бы ничем особо заниматься, уйти никуда не могу. Вот сижу, копошусь. В итоге я нахожу магазин и думаю, блин, а посмотрю я сама в спецодежде. Потому что у мужа, например, есть рыбацкий костюмчик, которому уже много лет я его стираю в стиралке, и он не промокает вообще. И он не рвётся, ничего с ним не происходит, при этом он не платил за него какие-то космические деньги. Ну, стоил там весь этот костюм, может быть, около тысячи рублей, штаны с курткой. Но он очень классный, ему, вот я говорю, я его в машинке стирала уже точно раз пять, и ему хоть бы хны. Я думала, вот мне что-то такого типа надо купить, пойду посмотрю, значит, эти спецодежду. Ну, я какие-то магазины по рабацким тоже посмотрела. Вот, и случайно я попадаю на какой-то дождевик классный, который, отзывы все классные, а потом я нахожу случайно этот дождевик на Вальдберрис. Из какой-то фирмы, которая выпускает спецодежду, я такая обрадовалась, на радость я его заказала. Но идти он будет долго, что-то прям вот необычно. Обычно у нас в Вальдберрис-Азон идёт дня три. Дня три. Но если какой-то товар подальше едет, то дней пять. Здесь, вот я вчера или позавчера заказала, он будет только 20 числа или 21-го, 20-го. Вот что-то очень долго, но надеюсь, может, побыстрее придёт. У нас собак вчера опять вымыкли. Я говорю, ну ладно, ладно, потерпи, мы скоро, скоро у нас будет дождевик. Вот, когда я его буду подрезать, там укорачивать под себя, у меня останутся куски. Из этих кусков можно будет собаке что-то сшить. Я, правда, ещё не умею проклеивать швы, не знаю, как там с этими швами быть, но посмотрим. В общем, вот так вот я пытаюсь подготовиться к сезону, который, кстати, наверное, на днях и закончится. Я очень надеюсь, потому что хочется купаться. Мама, я тут пыталась уже прошастать к морю втихаря, искупаться. Я её спалию. Я говорю, ты что, правда собираешься купаться? Просто считается, что нельзя купаться в море после сильного локального дождя, потому что вся вода идёт в море, а задевает и очистные всё, и вот это всё как бы фигня, и ливнёвки. В ливнёвке многие из частного сектора выводят свои канализации. И когда вода, вся вода с дождя от дождя, плюс там какие-то могут реки присоединиться, если они там где-то рядом, ну даже дождя достаточно, всё это переполняет ливнёвки. И, в общем, получается, что, грубо говоря, канализация попадает в само море, это же бухта. И пока вода полностью не смоется, то есть если в чистом море, в открытом, можно плавать, не бояться в своё здоровье, то в бухте как бы нет. И считается, что несколько дней надо выждать. Но моя мама такая не втерпёжница в этом смысле плавать-плавать, поэтому я смогла с ней договориться только хотя бы на то, что сутки, после сильного дождя мы ждём сутки. А ездить куда-то в открытом море нам неудобно, машины нет, нам ни на чем куда-то там на автобусе ехать, на такси. Тяжело, в общем, это всё организовать. Ещё я понимаю, что с моей мамой надо как-то договариваться, и вот уже полгода я с ней договариваюсь, пришли, короче, к тому, что мы ждём сутки. Мелкий дождик фигня, но если сильно заливают, то вот так. И она даже в один день пыталась, там был мелкий какой-то дождь, но затяжной. Но на следующий день пыталась пошмыгнуть, покупаться. Я говорю, мама, ну ладно. Не стала сильно ругаться, потому что он был не такой вот лавинообразный, как вот сегодня ночью, например. Так что, друзья, вот такая у нас ситуация с протечками, с водой. Я не знаю, показывать вам какие-то кусочки моей квартиры или не показывать. Честно сказать, мне немножко, ну не то чтобы стыдно, но как-то некомфортно, потому что у меня такие недоделки торчат отовсюду, и я из-за этих недоделок не могу портиться внешний вид как бы. То есть какие-то места уже у меня довольно обжитые, а в каких-то местах не хватает мелочей. При этом мастера на это не приходит. Я, например, вызвала мастера, есть такой у нас на час. Товарищ, он всякие, ну простые там, присверлить там ручки к кухне, полочки какие-нибудь повесить. Вот такие вещи он делает очень хорошо, быстро, нормально. Ну и берет нормальные какие-то деньги, некосмические. Он не пришел. Сначала он два дня не подходил к телефону, потом он написал, что извините, как бы я сейчас очень занят, не смогу все равно прийти. А я могу сама что-то сделать, но у меня нет дрели. Дрели у меня нет. У меня это кухня. У нее внутри на фасадах намечено, где должны быть дырочки для ручек, но они до конца не просверлены. Их надо сверлить именно дрелью, которой у меня нет. И покупать ее я не планировала. И как бы кого звать тот мастер, который мне приходит делать котел электрику, не котел, бак, бак накопительный. Его на такую фигню дергать не хочется, потому что его квалификация как бы позволяет делать сложные вещи, которые мне тоже нужно сложные вещи делать. То есть они важнее, они приоритетнее. Если бы он ко мне все сделал сложные, потом бы еще пришел, конечно, я бы его мелочи попросила. Но он тоже может не каждый день. Получается, что я жду-жду, а кухней я пользоваться не могу. То есть я составляю кастрюльки, сковородки, благо у меня их мало, я их составляю на плиту, потому что мне их вообще некуда поставить. Шкафами, дверцами пользоваться без ручек невозможно. Я попыталась сама вручную, там, саморезиком проковырять дырочку, думала, что я сейчас саморезом внутри прокручу, и в эту дырочку вставлю спокойно ручки. Ага, хрен вам. У этой ручки, у нее толще винтик, чем все мои имеющие саморезы. Поэтому все равно кого-то придется звать. Плюс домофон, например, не стоит трубка домофона. Где-то там обои чуть-чуть не подклеены, где-то у нас начало протекать, и я увидела, что пятна пошли. Я в этом месте обои срезаю, там грибок, потому что была протечка, соответственно, под этими обоями, которые такой пластиковый, типа пленкой, покрывают всю поверхность, там уже пошел грибок. Соответственно, у меня в этих местах срезаны обои, для того, чтобы все просохло, дождаться того, как устранят протечку, и когда уже протечки не будет, тогда уже можно будет с этим местом работать, и его в чистовую как бы заделать. Вот таких вот мест, они реально есть. Ремонт, то есть не торопятся завершаться до такого состояния, чтобы сказать, окей, у нас все отлично, поэтому я пока вам квартиру показывать побаиваюсь, чтобы вас не шокировать. Хотя, на самом деле, я очень позитивно все равно себя чувствую, потому что вы не видели, в какой квартире я жила в Москве, и какие у нас там были моменты, с которыми мы живем каждый день, с ними сталкиваемся, и ничего не можем с этим сделать. Или у нас ресурса не хватает, или какие-то еще причины, но в любом случае, так, чтобы я вот прям жила в новой красивой квартирке, у меня такого в жизни еще не было. Такой вот. И чтобы я могла сесть в любом месте квартирой, снимать для вас видео, у меня такого тоже никогда не было еще. Здесь, в принципе, почти так, но кроме того, что я вот должна как-то камеру повернуть, чтобы солнце не слепило, там убрать какие-то предметы, если стоят хаотично на заднем плане. Вот так, в принципе, здесь более-менее все к этому подходит, потому что бы я могла легко, спокойно вести жизнь блогера и снимать видосики в любой точке квартиры. В общем, эта неделя прошла без единого выложенного видео. Это видео пойдет уже сегодня понедельник, уже на следующую неделю, получается, которая сегодня начинается. Но зато я сделала телеграм-канал, ссылочку, возможно, на него я кину здесь внизу. Телеграм-канал по... я там буду выкладывать схемы и все про науку ВАСТу, которую я изучаю. Всякие схемы, рисунки мои авторские, которые я сделала для того, чтобы легче понимать взаимодействие энергии, как оно попадает в дом, какие зоны за что отвечают. Вот это все, чтобы легче было проанализировать свое жилье. И скоро уже на днях я буду рассказывать, как это жилье, если у вас есть там какие-то недочеты, как это скорректировать. Сначала мы анализируем, что у нас не так, потом мы делаем какие-то коррекции, чтобы стало лучше. Вот я сейчас с позиции науки ВАСТу могу сделать какие-то шаги в квартире, чтобы помочь в том числе и своему ремонту. И протечкам что-то я делаю, на что-то у меня не хватает ресурса. Реально, я много сплю сейчас, говорю, нет просто вообще никаких сил. Вот. Я знаю, что нужно бы еще сделать. В какие-то моменты я себя беру в руки, иду, делаю хоть что-то, и вижу после этого сразу, как меняется в лучшую сторону. То есть, например, я там сделала, ко мне сразу же рабочий пришел, что-то сделал. Вот. Но шагов надо сделать несколько, я вот делаю сколько могу сейчас. Так, чтобы прям вот картинка, как картинка, идеально пока не получилось. В общем, друзья, я вам рассказала, длинно получилось сегодня, рассказала вам всю свою подноготную за последнюю неделю, все про наши дожди и прочее. Поддержите канал лайком и комментарием. А с вами была Дарья Поздняк, и до новых встреч на следующей неделе.